Дата 12 мая для праздника медсестер выбрана не случайно. Именно в этот день родилась основоположница сестринского отдела Флоренс Найтингейл. Англичанка создала службу сестер милосердия во время Крымской войны. Спустя много лет в этот день сестры милосердия многих стран объединились в профессиональную организацию. Сейчас профессия медсестры не только уважаемая, но и хорошо оплачиваемая. Во всяком случае у нас. Так, в областной клинической больнице сейчас работает около 700 сотрудников, 268 из них средний медицинский персонал. Это медсестры, фельдшеры, акушеры и лаборанты. Средняя зарплата у них около 80 тысяч тенге. Есть подразделения, где уровень заработной платы достаточно высокий. Это работницы операционного блока, они имеют зарплату 150 тысяч и более. Молодые лаборантки, например, несут круглосуточные дежурства и получают зарплату 80-85 тысяч тенге. Это, в общем, немного выше, чем в среднем по области. Сегодня медсестра – это не только милосердие и знание основ медицины. В связи с постоянным совершенствованием техники и технологий по уходу за больными, средний больничный персонал должен периодически повышать свою квалификацию. Вот и на этой неделе в преддверии профессионального праздника медсестер в октобе прошла областная конференция медработников под названием «Инновации в сестринском деле». На мероприятии собрались представительницы одной из самых почитаемых медицинских профессий, как городских, так и районных больниц. Девизом наших специалистов является образование не на всю жизнь, образование через всю жизнь. И на сегодня очень высокие требования предъявляются к нашим специалистам. Так как все больницы оснащаются современным сложнейшим оборудованием, то сестры должны уметь обращаться с оборудованием. И возрастают требования к специалистам со стороны пациентов. И на сегодня сестра для того, чтобы удовлетворить потребности пациентов, она должна много знать, много уметь. Делегатам конференции были представлены доклады по вопросам и проблемам деятельности медсестер в Центре амбулаторной офтальмологии, отделении патологии новорожденных, организации работы медперсонала с пациентами. Кроме того, обсуждалась тема инновационных технологий в сестринском образовании. Так, выступившие на конференции представители единственного в нашей области медицинского колледжа, где непосредственно проводится обучение сестринскому делу, рассказали о дуальной системе обучения студентов. Так, около 200 будущих медицинских работников среднего звена в этом году проходят постоянную стажировку в лечебных учреждениях города. А в 2015-м 30 выпускников были трудоустроены в местах прохождения практики. Наши студенты проходят практику в доме престарелых инвалидов. Там у нас заключен договор в медицинском колледже, заключен договор с этим заведением. И, конечно, свои знания, умения и опыт будущей медицинской сестры должны сочетать с заботой о здоровье. И мы прививаем студентам такие навыки, как милосердие, сочувствие, участие, любовь к ближним. Но, по словам медсестер, с большим опытом работы, главным постулатом этой профессии, несмотря на возросшую интеллектуальную нагрузку, остается забота о пациенте. Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны больному не меньше, а порой и больше, чем лекарственные препараты. Недаром в далеком прошлом медицинских сестер называли сестрами милосердия. Это название отражало не только профессиональную, но и моральную сторону их работы. По сравнению с прошлым веком, так скажем, да, конечно, труд медсестры изменился. Изменился в том плане, что в связи с внедрением новой технологии. Но все равно руки медсестер, заботу медсестер ничего не может заменить. То есть те же даже инструменты они не заменят. Если взять начало перестроечных годов, например, сейчас медперсонал более подготовленный. Они знают, что как даже при проведении инъекции, например, внутренних инъекций, то, что было раньше и сейчас, это очень большая разница. Сестры у нас очень хорошие, замечательные, можно сказать. Ну и, значит, профессионально справляются с своими обязанностями. И так, чисто по-человечески. И добрые, и вежливые, и культурные. Не забыли выразить благодарность сестрам медицины и представителям местной власти. Так руководство города и области поздравило и наградило актюбинских медсестер. В здании областной филармонии 15 работниц, больниц и клиник были награждены от имени Акимов города и региона, а также областного маслехата. Кроме того, 107 медицинских сестер получили грамоты и благодарственные письма от управления здравоохранения. Сейчас, когда мы их празднуем и чествуем, они находятся на работе. Они достойны отдельного уважения и признания. Возможно, общество недостаточно уделяет им внимания. Но в моменты, когда души и телу больно, мы обращаемся к вам. И находим у вас не только лечение, но и тепло. Еще шесть медсестер в ходе мероприятия были награждены представителями общества Красного полумесяца. По словам организаторов, чествование представительниц одной из самых уважаемых медицинских профессий подчеркивает важность и значимость их роли в сфере здравоохранения. По данным облздрава на сегодня, в нашем регионе работает около 6 тысяч медицинских сестер. Из них 2 тысячи в сельской местности. Как известно, около 70% всех выполняемых манипуляций в медицинских учреждениях выполняют именно они. Это была традиционная рубрика подробностей. И я, ее ведущий Антон Пережогин. До встречи!